В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Образовательный форум Поступи собрал более двух тысяч старшеклассников. ИТ-сектор очень популярен, и большой спрос идет на экономику. В муниципалитете приводят в порядок внешний вид деревьев. Производится омолаживающая пиловка, санитарная пиловка. Телекомпания Видное ТВ приняла участие в 27-м международном фестивале медийного творчества «Братина». Фестиваль развивается. Смотрите, он уже сегодня называется «Фестиваль медийного творчества». Уже в пятый раз в муниципалитете прошел образовательный форум Поступи, где старшеклассники могли уточнить детальную информацию непосредственно от ведущих вузов страны и, возможно, определиться со своим призванием. Наша съемочная группа узнала о карьерных предпочтениях ребят. Более двух с половиной тысяч старшеклассников, несколько десятков вузов, сотни, если не тысячи интересных профессий. В Видном прошел образовательный форум Поступи, где ученики девятых-одиннадцатых классов могли пообщаться с представителями учебных заведений и задать любые интересующие вопросы. Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой округа, совместно с администрацией муниципалитета, уже пятое по счету и становится все солиднее. Здесь представлены ведущие вузы страны, и у школьников и их родителей будет возможность узнать, какие специальности предлагает тот или иной вуз, и какую профессию они могут получить, став студентами этих вузов. Девятиклассница Виолетта Проскурякова впервые на подобной выставке. Школьница уже давно определилась с профессией, и выбор ее очень серьезный. Меня с детства привлекала вообще физика, как это все работает. И мне кажется, что физик-ядерщик, он исследует, он все это изучает. И поэтому мне кажется, что все это мне будет интересно. Девушка сегодня с группой поддержки, с мамой на форуме. Они хотят узнать все о Национальном исследовательском ядерном университете, который более известен как МИФИ. Нас интересует и подготовка, и экзамены, и баллы, и что потом, как вообще это все будет проходить. А еще на выставке можно было пообщаться со специалистами из МГУ, РУДН, МИД и многих других ведущих вузов страны. Наталья Снеговая из финансового университета при правительстве Российской Федерации рассказала, что у их абитуриентов вызывает интерес все, что связано с информатикой, экономикой и бизнесом. Конкурс здесь в среднем 6 человек на место, но на самых популярных направлениях доходит и до 15. На данный момент у нас популярно IT-сектор, очень популярен, и большой спрос идет на экономику. Очень много поступающих. По итогу ребята выходят с специальностями системный администратор, также специалистами машинного обучения и бизнес-аналитикой. Следующий форум «Поступи» планируется сделать еще масштабнее. На территории Ленинского округа приводят в порядок внешний вид деревьев. Коммунальные службы опиливают ветки, которые мешают высоковольтным проводам и убирают погибшие растения. Кроме того, такая сезонная стрижка поможет обновить крону. Все подробности в нашем следующем сюжете. Коммунальные службы Ленинского городского округа производят опиловку деревьев и убирают погибшие растения. Рабочие удаляют часть веток со ствола, для того, чтобы крона была менее густой и не мешала высоковольтным проводам. Также это поможет уберечь от пересыхания веток и дальнейшего обламывания. Производится омолаживающая опиловка, санитарная опиловка. Убираем аварийные деревья по просьбе жителей старого города. Все это убирается, пилится. Наводим порядок. Если деревья будут здоровы, я буду очень рада. Если они сохранятся в живом виде, то я, безусловно, за. Пусть пилят. Деревья необходимо опиливать один раз в полгода. Такое подравнивание не вредит, так как дерево начнет восстанавливаться уже будущей весной. Все спиленные ветки отвозят на дробительный пункт и превращают в опилки. Юлия Стафьорова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Подмосковные полицейские совместно с уголовным розыском ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на сумму около 2 миллионов рублей. На мобильный телефон 77-летняя местная жительница позвонила неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. В ходе разговора мужчина сообщил пенсионерке о том, что с ее банковского счета был осуществлен перевод денежных средств в поддержку вооруженных сил Украины. За непривлечение к уголовной ответственности он потребовал выполнить действия по его инструкции, что женщина и сделала. По данному факту, следователем следственного управления ОМВД было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. А при каких обстоятельствах забрали? Можете рассказать, какую сумму? Мне написали в телеграмме, съезди, пожалуйста, туда, забери денежку и привези в Москва-Сити. Я приехал... Куда приехали конкретнее? В Видное поселок, точно я не помню. К кому? К какой-то пенсионерке. Что она вам передала? Она передала мне конверт с деньгами. Есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичного преступления на территории городского округа Балашиха. Общий ущерб от противоправных действий составил около 2 миллионов рублей. Видновским городским судом фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников, а также дополнительных эпизодов их преступной деятельности. В Сергеевом Посаде прошел 27-й международный фестиваль медийного творчества «Братина». В течение трех дней представители телекомпаний, студий и самостоятельные авторы получали новые знания и обменивались личным опытом. Об итогах фестиваля расскажет Юлия Пагасьян. Осень телевизионщики Московской области ждут с особым трепетом. Ведь в октябре традиционно проходит один из старейших телевизионных фестивалей «Братина», которому в этом году исполнилось 27 лет. За свою богатую историю через популярный конкурс прошли десятки журналистов и тысячи работ. Здесь рождались новые звезды экрана, воплощались самые смелые медийные проекты. «Братина» – это не просто фестиваль, это философия жизни. Фестиваль развивается. Смотрите, он уже сегодня называется фестиваль медийного творчества. Сегодня нельзя отделить одно средство массовой информации традиционное от нетрадиционных. И меня очень радует эта перемена. Я надеюсь, что в этом направлении «Братин» будет развиваться и дальше. Три насыщенных фестивальных дня. Началась «Братина» с самого престижного конкурса «Репортажа с колес». Тема в этом году участникам была известна за сутки. Педагоги и наставники. Журналисты «Видное ТВ» осветили историю уникального места – музей заповедника Абрамцева под Сергиевым посадом, где жили и творили выдающиеся художники 19-го столетия. Общая атмосфера в фестивале очень хорошая, дружеская такая. Есть вот это ощущение некого братства. И в целом, я считаю, мы хорошо выступили. И в принципе, здесь есть очень много талантливых, интересных людей, которые привезли хорошие, качественные материалы, отражающие сегодняшнее время. И где-то даже, может быть, это и на перспективу есть задел такой достаточно приличный. Но есть к чему стремиться. Причем всем и, конечно же, нам, как «Видному ТВ» в первую очередь. Редкий случай, когда журналисты телеканала «Видное ТВ» приезжали бы с фестиваля без главного приза. В этом году заветную чашу «Братины» Ленинский городской округ взял в номинации «Этот удивительный мир» за передачу Татьяны Брыловой «На волне». Это направление обязательно нужно развивать, потому что дети – это наше будущее. В том числе и журналистское будущее. Спасибо. Много полезного участники фестиваля узнали от общения с легендарными коллегами, которые стояли у истоков создания отечественного телевидения в том виде, который имеется сейчас. Опытные журналисты делились секретами на своих мастер-классах и в приватных беседах. Профессионализм и правды – вот два направления, которые никогда не умрут. Профессионализм нужен всегда, везде, при любых обстоятельствах. Более того, даже когда значительно сложнее становится в мире, в жизни, в стране у нас, более требуются профессиональные люди. И правда, знаете, правда никогда не бывает невостребована. Она всегда нужна. Братина закончилась, но телевизионная жизнь продолжается. Впереди у коллег 12 месяцев, чтобы создать нечто удивительное, что способно поразить притязательное жюри. Юлия Погосян, Александр Логин, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok